Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о основных ключевых событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о маркетсе, оставлять вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки. Сегодня заключительный день текущей недели. Очень важная торговая сессия, потому что сегодня ожидается голосование в Конгрессе по законопроекту, касающимся новых мер экономического стимулирования. Пожалуй, для финансовых рынков сейчас вряд ли можно найти более значимую тему, чем потенциальные деньги, которые вот-вот должны одобрить американские законодатели. Эти деньги крайне необходимы американской экономике, потому что очень много подтверждений и доказательств того, что США утратили импульс экономического восстановления. В целом, объективно, если анализировать макроэкономические данные, действительно, тренды роста уже не такие очевидны. И в сфере услуга, и в производственном секторе рынок труда это вообще отдельная тема. И сегодня, друзья, у нас как раз важнейший релиз по состоянию данного сектора американской экономики. Сегодня в 15.30 выйдут данные по Non-Farm Perls. Это классический традиционный блок данных. Количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, уровень безработицы и темпы роста зарплатных плат. Сейчас нужно анализировать все компоненты, потому что нужно четко понимать, где сектор труда проседает сильнее, где есть очевидные уязвимости, и стоит ли говорить о том, что данный сектор американской экономики также буксует и уже не может стать следующим мощным драйвером для экономического восстановления американской экономики. Поэтому, друзья, сегодня, несмотря на то, что хочется уже потихоньку сворачивать торговлю и уходить на выходные, нужно дождаться этого отчета, поработать с ним с максимальным контролем рисков и соблюдением всех правил риск-менеджмента, потому что сегодня мы настраиваемся на всплеск волатильности, на мощные движения, которые будут характерны для всего финансового рынка. Что касается поведения доллара, 93-96 – это то, что мы видим в моменте по индексу американской валюты. После четырех сессий снижения доллара в подряд сегодня идет восстановление. Но есть ли причины в целом для нас отказываться от ожидания того, что американская валюта останется в числе аутсайдеров? Я бы не стал говорить так, потому что если вспомнить все те факторы, которые раньше мы закладывали в основу развития нисходящей динамики, это ожидание новых мер экономического стимулирования, все пока что нормально. Единственное, что мы не можем сказать, это когда и в каком объеме согласуют эту самую программу. Но то, что эта программа будет, практически факт, друзья. И, собственно, ожидаю то, что новые стимулы могут быть анонсированы от Конгресса уже в самое ближайшее время. Министерство финансов, которое возглавляется Мнучином, Мнучин, представитель республиканской партии, в принципе, накануне дал понять, что если бы демократы согласились на полтора триллиона долларов новых мер экономического стимулирования, а не на 2,2, как они хотят, то, в принципе, соглашение было бы анонсировано уже до конца текущего дня. Но полтора триллиона демократов не устраивает. Я думаю, что все-таки будут биться за какую-то более медианную цифру. И компромисс, конечно же, неизбежен. И в любом случае, если переговоры будут затягиваться, я не сомневаюсь в том, что Трамп найдет способ как-то повлиять на Конгресс, потому что все мы, друзья, прекрасно понимаем, что без решения Конгресса, без новых денег, вероятность и шансы на то, что Трамп останется президентом в ходе последующего срока, снижаются. Что касается отчетов, которые мы анализировали, а статистика по EDP, вот многие в комментариях писали то, что макроэкономические данные хорошие. Я признаю, 749 тысяч новых рабочих мест, это неплохо, это лучше, чем прогнозировали эксперты. Но я думаю, что реакции правильной доллара на хорошую статистику не последовало потому, что параллельно с выходом этих отчетов мы получили довольно мрачные заявления от таких корпораций, как Walt Disney и Shell. Они в совокупности в самое ближайшее время планируют сократить почти 40 тысяч новых, точнее 40 тысяч рабочих мест. Это, конечно же, оставило такой неприятный осадок в оценке текущей ситуации на американском рынке труда. Далее у нас АСМ в производственном секторе 55,456. Личные доходы, друзья, снизились на 2,7%. Ну вот, пожалуйста, много доказательств того, что макроэкономическая статистика, она не на уровне, скажем, для американской экономики и уж точно не на тех значениях, которые позволили бы нам говорить, что США восстанавливается и довольно неплохо отходит от последствий даже повторной вспышки коронавирусной инфекции. Поэтому я считаю, что если сегодня, когда выйдут non-farm peril, мы увидим цифры хуже ожиданий, мое предположение, что сегодня мы получим цифры о росте количества новых рабочих мест примерно в диапазоне 800-850 тысяч. Это плохо. Поэтому те распродажи, которые ранее на неделе мы видели, могут продолжиться. С одной стороны, это будет нормальная реакция на слабую статистику. Распродажи доллара, конечно же. А с другой стороны, слабые макроэкономические данные – это еще одна причина для Конгресса проявить большую проактивность в согласовании новых мер экономической поддержки. Дебаты этой темы касаться пока что не будем. Друзья, 15 октября уже скоро. Это следующий раунд переговоров. Вот ближе к ней поговорим о том, в каком настроении к очередным дебатам подходит и Трамп, и Байден. Золото – 1895, локальный максимум вчерашнего дня – 1911. В принципе, среднюю среднесрочную цель мы сделали. Друзья, это только лишь начало. Я повторяю, что 2000 мы точно можем увидеть, потому что, ну, лично я верю в мощное ослабление курса американского доллара. Если не сейчас, то уже постфактум президентских выборов и до конца 2020 года. Остается только ждать. Рынок нефти 40-53 снова удивил меня, потому что вчера мы увидели не снижение, а настоящий обвал. И если оценить процентное движение, динамику, это почти 5% за одну торговую сессию за очень короткий промежуток времени. Причем, друзья, у нас вчера не было какого-то фундамента для этих распродаж. Я сегодня, когда анализировал новостной фонд, думал, что будет какая-то новость, может быть, с Ближнего Востока, может быть, касающихся каких-то прогнозов относительно мирового экономического роста, но не нашел эти новости. Рынок просел снова на предположениях, на ожиданиях того, что ухудшение ситуации с коронавирусом отразится на глобальном экономическом росте и, соответственно, на спросе на углеводороды. Ранее на неделе мы видели, как на таком же фоне. Рынок просел, а потом его быстро выкупили. Я думаю, что ситуация может повториться снова. Евро против доллара 1.17.16. Ждем выше отметки 1.18.1.18.50. Друзья, смотрите за индикатором рыночных настроений Кайман в нашей компании. Сейчас там по этому индикатору видно, что большая часть трейдеров продают европейскую валюту и только по этой причине евро, скорее всего, сохранит ставку и желание добраться до более высоких значений. Фунт против доллара 1.28.63. Снова, как и ожидалось, ухудшение новостного фона по Брекзиту. Европейский союз готовит иска против Англии из-за закона, нарушающего соглашение относительно выхода Англии из состава ЕС. И как только эта нова вчера пришла на рынок, фунт обвалился. Друзья, диапазон дневной вчерашней свечи по паре фунт-доллар составил почти 200 пунктов. И реакция британской валюты на плохой фонд по Брекзиту снова доказывает то, что фунт при таком развитии новостей и обстановке относительно выхода из состава ЕС будет оставаться аутсайдером. Не нужно покупать британскую валюту, я об этом уже много раз говорил. Ну что ж, давайте ждать тогда данные по Non-Farm Perils. Повторюсь, что отчет сегодня в 15.30 по московскому времени. Если все сложится так, как хотелось бы продавцам доллара, сегодня мы увидим слабые цифры и, соответственно, продолжение тренда, роста рисковых инструментов, где особенным спросом с моей стороны пользуется европейская валюта и индекс Dow Jones. На этом все. Спасибо за внимание и пока.